Добрый день, коллеги! Эти ссылки ведут на наш сайт Директ Академия с расписанием всех вебинаров на ближайшее время. Точнее, даже не на ближайшее время, а до конца июня текущего года. На каждый из этих вебинаров вы можете зарегистрироваться. И вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором будет помещена в том числе и запись этого вебинара. В настоящий момент там располагается около 250 записей всех наших предыдущих вебинаров. Так что подписывайтесь на наш видеоканал и будет вам информация про все наши вебинары, ну и многое другое тоже. И, кроме того, как всегда, я анонсирую два следующих вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. Вот они. Завтра, 1 марта, состоится вебинар Юрия Николаевича Белоножкина «Видеостриминг в учебном процессе и бизнесе». И второго числа, послезавтра, состоится двойной вебинар Татьяны Телегиной вместе с перенесенным вебинаром, который был перенесен по ее болезни в прошлый раз. «Библиография для небиблиографов», «Основы библиографических описаний источников» и «Оформление ссылок». Вот. Ну, что ж, не буду больше задерживать ваше внимание и передаю слово Любови Вениаминовны. Сегодняшняя наша тема очень интересная. Как преподавателю стать тьютором? Путь к долгосрочной конкурентоспособности. Спасибо, Павел. Сейчас я настрою. Так. Итак, коллеги, всем добрый день. Рады видеть в вас на вебинаре. Меня зовут Любовь Крашнинникова. Я думаю, что многие из вас уже обо мне слышали или даже обучались на моих курсах. Поэтому сразу перехожу к делу. Начну я лучших традиций в классике. Коллеги, я собрала вас здесь, чтобы сообщить при неприятном известии. Нам всем придется переучиваться. Нам это образовательно. А переучиваться нам нужно для того, чтобы развить наши тьюторские компетенции. И сегодняшний мой вебинар про то, почему нам обязательно нужно переучиваться или доучиваться. На кого мы будем переучиваться. Как это сделаете, что мы получим в результате. Постой. Целью вебинара формулировки тех принципов педагогического дизайна, принципов, приверженцем которых я являюсь, звучит так. Прослушав вебинар, вы начнете развивать свои тьюторские компетенции. Будете знать, как это делать. И главное, получать от этого полное удовольствие. Так, будучи самым тьютором с безмало 15-летним стажем, я сегодня и говорить буду о тьюторстве. И начну вебинар с очень тьюторского приема. А именно создание неформальной доброжелательной атмосферы. Я нисколько не сомневаюсь в том, что атмосферный вебинар Академии без того доброжелательный. Спасибо большое организаторам. Но тем не менее, я еще хочу познакомить вас с этим тьюторским приемом. А именно, разморозка. Это такой прием, так и называется, это этап тьюторской деятельности на тьюториалах. И направлено на создание такой живой, желательной психологической, комфортной атмосферы. Что я вас прошу сделать с этой целью? Напишите в чате, какое блюдо ваше самое любимое и почему. Обратите внимание на этот вопрос. Он достаточно простой и в то же время такой достаточно цепляющий, не всегда тривиальный. Вот чтобы вам было легче с ответами, я скажу от себя. Мои любимые блюда, такие вещи, как борщ, такие, как лох, то есть то, что проверено веками. И то, что позволяет достичь комфорта и удовольствия, не перегружая желудок. Еще я очень люблю фиш и чипс, да, из той же оперной блюда в британской кухне. Есть среди вас еще любители таких же вещей? Очень надеюсь, что есть. Итак, ваше любимое блюдо. Полтора слова о том, почему. Я сказала, да, почему. Давайте попробуем. Слушай, точно. Эрика Владимировна, жареная картошка, селедка подширка, замечательно. Жареная курица, замечательно вообще. Жареная картошка, как мама, как мама жарит, да, коллеги. Замечательно. Поздравляю вас из себя, да. Каша риса, риса, киселек, вкусно и сытно. Ой, сегодня же попробую, давно не делала. Спасибо, замечательно. Вот, ну, собственно, наша задача сегодня не выяснять, так сказать, не заниматься статистиками, то, что любят поесть, а в том, чтобы познакомить вас с этим приемом и, так сказать, разогреться немножко. Что мы замечательно и сделали. А теперь давайте поговорим о более серьезных вещах, хотя между нами вообще что может быть серьезнее, чем еда. На самом-то деле. Сегодня я попытаюсь вас вовлечь в разговор о стратегических параметрах образовательной деятельности. Это отличается от того, что вы обычно слышите. Ну, по крайней мере, то, что я слышала раньше на вебинарах в Берет-Академии, которые, безусловно, интересны. В основном я их слушаю с удовольствием, получаю знания каких-то конкретных приемов, каких-то конкретных тем, тем, что тоже очень важно. Вот, но сегодня будем говорить немножко о другом. Мы с вами все видим, что сейчас образование меняется, причем меняется на стратегическом уровне. Что меняется? Так, сейчас я попытаюсь что-то начать рисовать. Так. А вот. Меняются стратегические параметры деятельности в наше время. Я имею в виду образовательную деятельность. Меняются алгоритмы, модели, стратегии, отношения. И это очень важно, потому что именно стратегические изменения влияют на нашу жизнь в наибольшей степени. Как правило, о них нам что? Некогда думать нам о стратегических вещах. Вот сегодня я вам подготовлю подумать именно об этом. Так. И в этом плане у меня, опять же, в традициях классики две новости. Плохая и хорошая. Начну с плохой. Преподаватель, учитель, предметник. Это, так же, как и преподаватель какой-то дисциплины, может быть, коллеги, это позиция временная. Вот в образовании, исторически, это позиция временная. А вот тьютер, тьютер, она вечная. Сейчас мы являемся, на самом деле, следствием того, что есть большой запрос на замену, как бы на дополнение позиции преподавателя, тьютерской позиции, и в перспективе, так сказать, перехода приоритета к позиции именно тьютерской. Какие аргументы? Я не буду голосовывать. Мы все знаем, если посмотреть, я думаю, что вы тоже согласитесь со мной, если посмотреть, то такие термины, как индивидуализация образования, тьютеры, наставники, там, в разных видах, то и дело великают. И в статьях, и на конференциях, и в СМИ, да? Ну, вот, например, открывая Молгатку, статью недавно, буквально, дали ссылку, я ее открыла. Это конспект лекции профессора Йохана Виссана, который написал книгу «Университет Тренинград». Вот он пишет, статья называется «9 характеристик современного университета». Я не буду засчитывать этот слайд, очень не люблю, никому не рекомендую зачитывать со слайда что-то. Давайте вы почитайте, а я вам как бы подчеркну самое главное. На профессию преподавателя надо посмотреть немного иначе. И тогда что увидишь? Что преподавателю необходимо быть тренером, наставником для студентов, выстраивать для них траектории. И эти траектории, так по умолчанию, это понятно, что они индивидуальны для каждого. Вот, в новом университете преподаватели, собственно, наставниками становятся. При этом, как они действуют? Они не дают ценных указаний сразу, прямых. Они рассказывают разные истории, приводят массу примеров. Если перевести это на более высокий академический язык, то это называется рефлексировать богатый жизненный опыт. И в результате процесс становится более интерактивным. Процесс чего? Ну, образовательный процесс взаимодействия преподавателей и обучаемого. Очень важно создать, как пишет ИСМ, преподавательское. Что такое предпринимательское, извините? Там, где обучаемые будут самостоятельно выбирать дисциплины, которые хотят изучать. Вот, это первый аргумент. Второй, который я нашла буквально так, на вскидку. Если открыть материалы конференции Росновых, которая прошла буквально вот вот, 16 февраля, то она была посвящена человеческому потенциалу в формате цифровой экономики, то открыт материалы, вот, например, видим буквально в компьютерной силе, вот текст тоже засчитывать не буду, но важно, что автор здесь, это Крюкова, я, к сожалению, не знаю ее имени и отчества, материалы конференции пишет. В компьютерной среде появляются новые возможности изучения иностранных языков, но я бы сказала, что не только иностранных. Вот, с помощью интерактивных уроков и так далее, и так далее, то есть она перечисляет много ресурсов, и тут появляется необходимость чего? Выбор той или иной стратегии изучения языка. И в данном случае она прямым текстом пишет, необходим тьютер, который вам поможет выбрать оптимальную методику изучения языка с учетом индивидуальных особенностей студента. На самом деле, посыл в этих текстах абсолютно правильный, другое дело, что выводы, ну, как бы, не все, не делают часть из этого, так сказать, из таких вот правильных посылок. Иных посылок. И, наконец, третий аргумент по запросу персонализующего уголовного, переводы означают индивидуализацию образования, Google выдал мне 38 миллионов 300 тысяч результатов. Вот, при всей, как бы, может быть, так сказать, двузначности, там, неоднозначности статистики, да, статистических данных, это, на самом деле, достаточно объединительный аргумент в пользу того, что, да, запрос идет очень большой на индивидуализацию образования и запрос в результате на тьютерство. Почему мы еще об этом будем говорить? Особенно часто это стало происходить в последние два года, когда переход на цифровую среду стал совершившимся фактором. Если до того, я просто как свидетель, говорю, на личном опыте рефлексирую его, я утверждаю, что до того момента, когда образование цифровое стало совершившимся, фактом, еще где-то были мысли, что, может быть, это мода, там, на западе, там, перегорят, все пройдет, нас не коснулись, а еще как. Так, можно и дальше приводить свидетельство того, что существует мощный запрос на индивидуализацию образования, но, мне кажется, и так очевидно, что образование имеет место стратегически, я бы даже сказала, тектонически, и как модель учитель-ученик в сторону модели фипер-теторан, полагающей большую индивидуализацию, как бы большую субъектность обучаемых. Вот. В чем суть, собственно, этого сдвига, да, к чему он нас обязывает и как ответить на этот выбор? Давайте сначала, тогда имеет смысл подумать о том, что же такое тьютер. Ну, открываем, что? Ну, такую вещь, как «Аква с новых профессий». Вот, пожалуйста, ссылка. Что мы там узнаем? Тьютер-педагог, сопровождающий индивидуальное развитие учащихся в рамках дисциплины, в рамках программы и прорабатывающие индивидуальные задания, рекомендующие траектору, ну, карьерную, я бы сказала, все из профессионального развития. Не очень-то я согласна с этим, с этой формулировкой, вот, но важно то, что это атмос новых профессий, которые пришли на высоком уровне, вот, и говорится, тогда предполагается, что тьютер, профессия как тьютер появится до 2020 года, но на самом деле это произошло раньше, благодаря усилиям тьютеров, российских тьютеров, которые объединены в Межрегиональную тьютерскую ассоциацию, еще в 2008 году они начали колоссальную работу по подвижению профессиональных тьютерских стандартов, и не прошло 10 лет, как этот стандарт был упрежден. Так, далее, еще одно определение тьютера. Сущность позиции тьютера состоит в сопровождении разработки и реализации обучающимся индивидуальной образовательной программы. Это определение Татьяны Михайловой Ковалевой, главой нашей научной школы, нашей, я имею в виду, российской научной школы по индивидуализации и тьютерству, вот, и, в частности, усилиями, значит, в группе Межрегиональной тьютерской ассоциации была издана книга «Профессия тьютер», которую я рекомендую все выводить, мы будем всем почитать просто для того, чтобы сориентироваться в том предмете, о котором мы сейчас говорим. Сейчас профессия тьютера как бы развернута во всех своих, то есть имеют все атрибуты, то есть она, есть профессиональный стандарт, есть, она замесена, как профессия, не как занятие, она замесена в единый композиционный справочник, есть программы подготовки тьютера и переподготовки. Эти программы реализуются, то есть правила тьютера готовят и переподготавливают, Поэтому все атрибуты того, что считается профессией, сейчас имеют место. И это, на самом деле, хорошая новость, которую я хотела вам сообщить. Так, если извлечь концепцию из того, что мы читали из определений, из особенностей современных университетов, что получается? Тьютор является проводником индивидуализации в современное образование. Именно он, как мы уже видели на предъявных аргументах, отвечает за разработку индивидуальных образовательных программ и карьеру. Тьютор нужен не где, а где, а в ситуации выбора, в стратегии формирования образовательных паршютов с учетом приоритетов и способностей своих подопечных, которые называют тьюторантами. Тьютор – это не только учитель, а и наставник, который, согласно Йохам Министерства, создает условия для самостоятельного выбора витарантами дисциплины, траектории и так далее. И делает обучаемых субъектом собственного образования. Вот это очень важно. Обучаемые должны становиться субъектами собственного образования. То есть мы должны сами выбирать. Как обучаемые, да, вот если бы мы сейчас были студентами, мы бы сами отвечали за себя, за свое образование. Вот. То есть это очень важно в плане личной мотивации, о чем мы будем говорить дальше. Обучение становится интерактивным, в том числе через рассказывание разных историй, то есть через рефлексию, собственно, жизненного опыта тьюторантов. Вот. Вот мы поняли, кто такой тьютор. Ну, а теперь стоит задуматься над тем, а почему, собственно, как это было раньше, да, и как это будет в будущем. Перед тем, как вот перейти в будущее, давайте поговорим, как это было. На самом деле я говорила, что тьютор – профессия вечная, а вот учитель-предметник – профессия временная. Вот. Несмотря на вот такую силу, может быть, такую провокативность этого тезиса, да, это трудно усвоить, это правда. Потому что тьюторы были очень давно, например, вот, пожалуйста, замечательно это выручает. Например, еще из античности, это Александр Македонский, его учитель-наставник, Аристотик, ни много, ни мало, так, да, которому Александр считал себя обязанным во многих отношениях, вспоминал его во время своих походов с благодарностью, и который, я имею в виду, Аристотель не только обучал будущего великого полководца риторики, логики и всем остальным классическим дисциплинам, которым полагалось тогда обучаться, но он еще, он ведал его образованием культурным, культурным развитием, нравственным и физическим в том числе. Вот. Более поздние времена, вот, собственно, тьюторство в современном его изводе, да, появление такой версии мы обязаны Оксфордскому университету и Кембриджскому тоже, но принято считать, что все-таки тьюторство как способ, как такой вид, да, как педагогическая позиция возникли в Оксфордском университете и относят это, как бы, к тому моменту, когда в Оксфордском университете утвердилась вот модель collegiate, это звучит на английском, коллегиальная, колледжиальная система, когда функции университета и управления распределены между центральной администрацией и конкретными колледжами. Вот. И тьюторы там были ответственны за ведение обучения своих более молодых коллег, как там написано. Это относится к 11 веку записи. То есть фунцы тьютора, помимо академической, включали также и пастерство, наставничество. А что такое академические фунцы? То есть еще помимо обучения, да, они должны были еще наставниками университетской жизни, в частности, да, когда шкалеры появлялись только, студиозусы появлялись на первых курсах тогдашних университетов. Документально они оформлены, эти функции были в 15 веке. Вот. Там было и записано. Тьютор несет ответственность за ведение обучения своих молодых коллег. Основным учебным событием в такой системе были тьюториалы. Обучение велось либо индивидуально, либо очень малая группа. Два-три студента тьюторных украинских лекций не читал, готовых ответов он не давал, но, согласно, но задавал подобно Сократу правильные вопросы. Понимаете, вот тьюторство – это искусство задавать правильные вопросы. Вот можно дать такое определение. И эта система достигла своего рассыга в середине 19 века. Тогда вот этот сократический диалог стал общей моделью обучения и для всего университета Оксфорда, а не только один из его колледжей. При этом тьюторов специально не готовили. Не было такой профессии. Не стало это отдельной профессии в этой системе. Тем не менее, тьюторы там постоянно есть. И готовят их состоявшихся профессионалов, которых обучают педагогическим приемам. В середине 20 века, уже в второй половине 20 века в Великобритании стали появляться новые университеты в достаточно большом количестве, в том числе и открытые университеты Великобритании, в котором они ничего не состояли, где была внедрена несколько иная модель тьюторства, и критиковалась вот эта классическая модель тьюторства из Оксфорда начала второго тысячелетия. Собственно, так, очень элитарная, которая очень трудно масштабируется в том числе, и предлагала совказаться от нее, от этой классической модели, внедрить новую, которая более легко масштабировалась и в которую тьютор является тьютором группы. Вот эту модель я знаю очень хорошо по себе. А лекции считать более приемлемой, лекции для большого числа. Однако защитники тьюторской системы отстояли, тьюториальной и тьюторской системы. Почему? Что было их аргументами? Только тьюторская модель образования обеспечивает навыков, обеспечивает развитие таких сложных навыков, как, например, введение диалога, тревусной письменной коммуникации, навык решения проблем, навык аргументации, независимого аналитического мышления, критического мышления. Вот эти навыки очень хорошо развиваются, по сравнению с другими системами, хорошо развиваются именно в тьюториальной системе тьюторской модели. И до сих пор эта модель сохраняет свою позицию в Оксформе и Кембридже, в Оксфордеже, и считается бриллиантом в трактороне британского образования. Так, в России тоже есть такие прецеденты, и самым известным самым из них является назначение нашего императора Николая Павловича, наставника, тьютора, своего наследника, царевича Александра Николаевича, будущего императора-реформатора, нашему российскому Александру II, Василия Андреевича Жуковского. Василий Андреевич отнесся к этой задачи очень серьезным, составил целую программу развития будущего правителя России во всех отношениях. Помимо классических предметов, там были и ознакомления с Россией, ознакомления с Медиаграцией, через путешествия, через чтение описаний. Естественно, там было много всего, и физического, в том числе и графственного образования. В результате мы получили действительно великого царя реформатора. Еще примеры наличия тьюторов, которые тогда назывались гувернерами, это, ну, вы все читали, «Видения и Медины», «Миссия Лябе», «Француз у Бонги», «Чтоб не смучил, излетел, училу, сему шутяне», «Докучал, воражив, строго, слегка за шалостый пронил, и летний сам гуляет по дим». То есть отсюда уже видно, из этой пушкинской стропы, видно, что тьютор отвечал не только за обучение французскому языку, да, успехи, вот, хотя Пушкин очень хорошо научил французскому, вот, самого Александра Сергеевича, но отвечал также за его, за развитие своего, тьюторанта, этическое, нравственно-этическое, хотя, если бы «Висия Лябе», не очень докучал морально строго, и в том, что физически гулял водитель в летний сад, водил гулять в летний сад. Еще один пример, так сказать, для, ну, допустим, менее аристократических слоев, это дядьки, дядьки, которые отвечали за, это, ну, вы понимаете, да, о ком я говорю, это Никита Козловка Александра Сергеевича Кушкина, Кошкина, который сопровождал его буквально чуть-чуть с младенчества до самой смерти, и хорошо описан этот пример в повести того же Кушкина «Капитанская дочка», где в Петруши Гриневе состоит дядька, и этот дядька отвечает за его образ жизни, чтобы он, значит, не связывался с плохой компанией, чтобы он всячески защищает своего тьюторанта, охраняет его жизнь и здоровье, в какой-то там, когда, в момент, когда попадает в Ленинг Козлову, вот, защищает его от других, значит, нехороших вещей, делает все, что может, чтобы его тьюторант вел себя, значит, занимался учебой, вел себя для этого достойно, и был здоров. И еще один пример, это недавно, вот буквально в 16-м году вышедшая книжка «Наставник», это перевод насчет мемуаров Чарльза Гибса, который был тьютором нашего последнего, наследника цесаревича Александра Николаевича. Вот, я очень рекомендую его почитать, там великолепные записи, великолепные фотографии, посмотрите. То есть у нас примеры тьюторства, то прецеденты в России тоже были, были они свойственны, скорее, значит, аристократии, обеспечивающего купечества, но в целом жизнь, модель образования, модель, особенно университетской жизни в России, она не англосаксонская. Возможно, если бы Михаил Васильевич Ломанузов и его спонсоры были ближе к британскому образованию и к русскому, то наше образование было бы клоном британского, англосаксонского образования, а не русского. Но, к сожалению, это не случилось там, к сожалению, и к счастью, это уже второй вопрос. Мы являемся, я имею в виду российское образование, так сказать, наследниками русской модели, которая возникла в начале 19-го века, русская модель, тоже под воздействием поражения непобедимых ранее руссаков от Наполеона I. и будучи людьми рациональными, значит, руководители, тогдашнего, как же тогда это было, я не помню, так называлось в те времена, но помню, что Германия тогда еще не была именем государства, вот, руководство задумалось и было принято решение обратить внимание на образование. И это решение оказалось, на самом деле, очень правильным, потому что, будучи заточенным это решение под боеспособность армии, цели свои достигло. А что это было такое, да, в контексте образования? Были вне введены ценности, это всеобщая грамотность, добродетель послушания, достоинство заучивания. Образование и науки считались разными вещами, государство финансировало и контролировало образование. Профессия учителя была легитимизирована, то есть учителя обязаны были проходить профессиональную подготовку. Были внедрены единые учебные программы, классно-урочная система, парка местных коридоров и слонок как символ порядка. И вот, вот эта модель организации университетской жизни. Посмотрите, в университете это выливается в наличие определенного количества кафедр, на кафедрах жесткие программы существуют определенные и пройти эту программу обязаны все студенты, которые на этой кафедре обучаются или на этом факультете. Мое учение в МГУ, когда я там училась, оно было именно таким. Я это ощутила на себе, действительно, очень жестко, выбора нет, это важно. В этой среде тьютеров, конечно, не было, быть не могли, да просто не нужны. Вот. И нам важно, что в это время как раз появляется учитель как профессия. Вот он здесь появляется, когда нужно было обеспечить всеобщую грамотность, когда возникла необходимость обеспечить, научить многих чему-то одному. Вот если тьютерство учит немногих, но вот таким вещам, очень, как мы говорим, метам-предметным, навыкам, глубоко, индивидуализированного в этом плане, то учительство как раз обеспечивает обучение большого числа, но каким-то одинаковым, единообразным вещам. То есть отсюда, что появление профессии учителя, вот оно здесь появляется, закрытость образовательной среды, действительно закрыт. Вот тебе поставили такие рельсы, и ты по ним можешь до конца доехать. Не можешь излинить. Жесткий детерминизм формирования образовательной территории. Выбрал эту кафедру, выбрал эту программу, все, идешь до конца. Фрагментарные знания, действительно, мы знаем, действительно, фрагментарные многие вещи, конечно, мы пытаемся как-то связать, но изучаем их по отдельности. И низкая мотивация к обучению, что мы видим сейчас. И в России, и в Советском Союзе образование является фоном этой модели, мы об этом знаем. Так, почему же сейчас тьютерство и тьютеры возвращаются? Потому что сейчас мы являемся свидетелями, кризисового образования. И этот кризис, как вы сказали, по данным некоторых исследований, в данном случае, я опираюсь на исследования наших коллег-технистров из Пермского научно-технического государственного университета, которые столкнулись с кризисом тоже, его результатами в лице очень большого отсева на первых курсах разных капитрах и специальностей. их исследования позволяют утверждать, что кризис современного образования включает такие два важных компонента, как кризис личной мотивации и кризис легитимности. Что такое кризис личной мотивации? Исследования наших пермских коллег-технистров показывают, что столкнувшись с трудностями на первом курсе, то есть, понимаете, большой объем, высокий темп, непонятный ритм, отсутствие помощи, то есть непонятно кому обращаться за помощью, приводят к тому, что студенты начинают думать, задумываться вообще, а что я тут вообще делаю? И почему я должен весь этот огромный объем прорабатывать такими немыслиными усилиями? И приходит к выводу, что вообще-то они совсем не сюда стремились в свою жизнь и пришли сюда по подлиянию либо родителей, либо друзей, бренд понравился, и вообще как-то ничего другого дел не хотел. Вот они пришли сюда учиться. А личной мотивации, внутренней мотивации в них нет. Они не понимают, вот они только начинают задумываться. Очень-очень малое количество студентов в этой ситуации ведут себя как субъекты, понимаете? То есть, я здесь потому что, потому что я этого хочу, потому что я к этому способен, потому что я об этом всю жизнь мечтал, или потому что мне это надо, для чего-то еще. То есть, ведут себя как субъекты, принимают решения очень соответственно. Тогда, конечно, у них есть внутренняя мотивация, благодаря которой они привыкли в размазать все эти проблемы на первом курсе, которые на них сваливаются. Остальные, оказывается, выясняют для себя, внезапно, что они являются не субъектами, а объектами собственного образования. Кто-то сказал, мама, папа, друзья, как-то вообще еще ничего-ничего, как бы объектами, кто-то их толкал к тому, что вот эти внутренние мотивации они не ощущали и не ощущали. Впервые об этом задумываются. Результаты, понимаете, что от всех очень большие и потери финансированные соответствующие. Второй, кризис легитимности. У изучаемых нет уверенности в том, что тот материал, который он изучает, он действительно нужен сейчас, он востребован сообществом, социумом, экономикой. Он будет нужен. Почему он изучает этот цифромат, действительно, если ему хочется познакомиться с интернетом, вещей. Вот. Вот этот кризис легитимности вместе, это дает очень такой серьезный кризис, который преодолевать не очень понятно, как. И пермские коллеги, я с ними согласна, предложили дополнить педагогическое отношение отношениям тьютерских. То есть реально это выглядит так, внедрить тьютерское отношение в культуру университетской жизни тамошли, подготовить тьютеров и тьютеры начали работать и тем самым изменили отношения, в которых находятся тьютера, студенты, преподаватели и те предметы, которые они изучают. Здесь имеет смысл подумать, что такое педагогическое отношение, что такое тьютерское отношение. Прежде всего, когда мы получаем образование, мы вступаем в некие отношения. Какие? Обучаемый учитель, ученик и предмет. Собственно, дело, которое обладает педагогическим измерением. Традиционной парадигмой заботы педагога является укоренение норм, предмета, сознание обучаемого. При этом нужно убрать предпонимание обучаемого, которое существует до того, как он начал заниматься тем или иным предметом, поместить туда правильное сознание предмета, которое по каким-то причинам правильное. То есть заменить повседневное знание на знание научное, теоретическое, фонументальное и так далее. Это уже относится к аргументации того, почему нужно изучать именно этот предмет именно так. Что является следствием из этого? Содержанием совместной деятельности педагога и обучаемого является сама преподаваемая мистерпина. Причем она будет более приоритетна, чем сам обучаемый, чем студент. Деятельность педагога сосредоточена именно на том, чтобы студент продвигался в постижении вот этого самого предмета. Личность студента, личность обучаемого признается между тем мере, в какой студент осваивает предполагаемое содержание. Я прекрасно помню свою учительницу по математике, она была очень сильным методистом, она в шестом классе сказала при всех, что «Любовь, я тебя уважаю, ты видишь теорему». Я это помню до сих пор. Она меня уважает за то, что я вижу теорему. Ну что ж, я, конечно, горжусь, гордаю этим, но очевидно, что ее, моя личность интересует только в той мере, в какой я вижу теорему или не вижу ее. И главное, что вот это содержание, оно освещено традицией по содержанию, по поводу которого общаются с педагогом, и не усомневая, мне очень нравится эта тема, то есть мне никто не сомневаться в этом как бы ну нельзя, ну не принято, ну ничего. Так, а что когда тьютерская отношение? Тьютерская отношение, когда предметом заботы педагога является уже сам тьютеран, его личная мыследеятельность, успехи, неудачи, предпочтения, как он сам к себе относится в контексте образования, то есть он хочет учиться дальше, не хочет, любит он учиться, любит он этот предмет или тот, и наша задача понять, что ему интересно, как он может реализовать себя, как бы заработать в контексте, в будущем, вот что разница сейчас я пытаюсь заниматься посвятительской деятельностью и объясняю, чем занимается собственно тьютерская вот какие следствия из этого самым важным взаимодействия того и обучая восстановится смыслы, которые тьютерант в том, что он делает в контексте образования, что он делает сам. Тьютер его сопровождает, помогает ему продвигаться, осознать свои способности, свои желания, свои приоритеты в настоящем образовательном контексте и в будущем. очень важно, чтобы тьютерант начал мыслить сам, чтобы он этот интерес проявлял. Тьютер не дает готовых ответов для этого, когда он задает правильные вопросы, которые, как Сократ вытаскивал из молодых граждан Афин то, что они реально думают, так и тьютер создает условия, чтобы молодые граждане сами себе задавали вопросы и сами находили на них ответы. И тьютерское отношение и отношение и сильное. Нужно наличие собственного образовательного действия тьютеранта, чтобы потом это осмотреть. Вот вчера, например, мне пришлось заниматься этим же собственной внучкой, которая заявила, что она ненавидит английский язык. и мне пришлось очень сильно напрячься, но это педагога не просто плохая школа, в самом начале изучения языка, мне пришлось напрячься, придумывать ходок, чтобы она сама подумала о себе, нужен ли иностранный язык в контексте того, как она себя в будущем мысляет. Вот выяснилось, что все-таки нужен. Поэтому решили, что заниматься все-таки будет, потому что мы его на самом деле до такой степени ненавидимы. То есть тьютер это тот, кто взращивает субъектность в своем тьютеранте, сопровождая их на пути и самореализации в образовательном контексте и придает смысл тому, достигливается того, чтобы действия тьютеранта были осмысленны. Это на самом деле приводит к тому, что ситуации образовательные станутся менее определенные. Наша ситуация под это не заточена. Наша русская модель под это не заточена, она заточена по освоению многими единообразных вещей. В этом-то и сложность состоит освоение новой тьютерской позиции. Я вам пытаюсь и эту мысль тоже принести, что освоить эту тьютерскую позицию намного сложнее, чем кажется, потому что это изменение нашего мышления на очень глубинных горизонтах. Но тем не менее мы попытаемся это сделать. Так вот, как нам нужно работать, если мы захотели развить наши тьютерские компетенции? Есть хорошая новость, не все так суицидально, то есть вдруг мы все должны стать тьютером, начать. Не надо, так не бывает. Прежде всего, есть, возможно, несколько подходов, несколько типов, форматов реализации и, вернее, работы с индивидуализацией. Первое, начать работать с инфраструктором, то есть попытаться создать тьютерскую среду, о которой мы сейчас будем дальше говорить. Тьютер – профессия средовая. Мы говорили, что в этой среде, как пишет Крукова, в этой среде необходим тьютер. Среда и тьютер, они близнецы братья. Тьютер – средовая профессия. Одним из критериев успешности деятельности тьютера является создание, созданная тьютером среда. Я это называю экосистемой образования. Какую среду тьютер создает? Это означает создание среды открытой. Дальше мы об этом поговорим. Второе, деятельностный подход по открытой образовательной среде. Если вы целиком не можете тьютерскую модель реализовать, если вы учите применение, что вы можете сделать? Вы можете развивать, начать развивать свои тьютерские компетенции. Вот цель от моего вебинара, вот она вот такая, чтобы вы начали их развивать. И тогда вы будете преподавательницей с развитыми тьютерскими компетенциями. На самом деле я лично как тьютер открытого университета, я и являюсь таким вот преподавателем с развитыми тьютерскими компетенциями. Я хочу сказать, что это уже замечательно, потому что это позволяет по-другому посмотреть на свою профессию, это немыслимый тайп, от работы в этой открытой образовательной среде, от новых отношений с обучаемыми, то, что ты можешь по-разному действовать. То есть вот это стать преподавателем с развитыми тьютерскими компетенциями, это уже очень хорошо, потому что это обеспечивает вашу конкурентоспособность. Моя конкурентоспособность, а я давно на этом сайте живу, вот она связана именно с тем, что я сложила способы работы в открытой образовательной среде и могу это делать в онлайн. Так, и наконец полностью реализованная модель тьютер, для этого очень серьезный преподавателем, который не достигается за счет чисто повышения квалификации. Как же мы с вами, как работает тьютер, и как нам с вами здесь действовать, как начать пытаться развивать наши тьютерские компетенции. Переходим уже от теории в практику. Давайте посмотрим на алгоритм тьютерского действия. Сначала тьютер, что называется, диагностика из среды. В какую среду он попал? Мы говорили, что тьютер профессия средовая. Если вот начинает с диагностики образовательной среды, если среда открытая достаточно, а параметры открытости среды мы сейчас посмотрим, то тьютер переходит к навигации в ней, то есть перемещению в нужном направлении, нужном с точки зрения тьютеранта, с учетом его приоритетов, обговорительных приоритетов и способностей. И дальше идет масштабирование. Вот такой алгоритм тьютерской физики. Это если среда открытая. Если среда закрытая, то что делает тьютер? Он создает открытую среду. Создает. И вот это, как мы говорили в предыдущем слайме, внимание инфраструктуры среды. То есть первым шагом развития тьютеранта, может быть развитие вашей способности создавать открытую образовательную среду. Так, какая это открытая? Какая это среда, в которой работают тьютерки? То, что она открытая, это говорит о том, что любой ресурс, который, то есть нет какого-то определенного жестко заданного набора образовательных ресурсов. Вот тебе учебник истории ВТП какая-нибудь, вот тебе задания контрольные работы, вот тебе все. Это жесткая, закрытая среда. Открытая образовательная среда выглядит иначе. Вот вам основной текст, может быть это какая-то книга, гемификация, книга Вербаха, векая власт. Вот тебе дополнительные статьи, вот тебе записи вебинаров, вот тебе записи видео-лекции, вот тебе какие-то интервью, исследования, оптимические статьи и так далее. Вот сообщество, вот группа изгодки, куда можно зайти и пообсуждать. То есть очень большой набор разных ресурсов и любой из этих ресурсов может быть использоваться или по образованию. Вторая параметка в среде, в которой работает тьютер, это избыточность. Мы говорили, что тьютер уместен там, где есть выбор, где очень много ресурсов, где нужно выбирать, строить категории, вот только там тьютер уместен, то есть среда должна быть избыточной. Количество образовательных ресурсов, которые вы предлагаете, которые есть в этой среде, оно существенно превышает то количество, которое необходимо для жесткого своими программ. Вариативность этой среды. Вариативность значит, что источники должны быть разные по формату, по модальности, то есть аудио, видео, тактильные какие-то вообще источники, командная работа, проектная деятельность. В общем, такая вариативная очень должна быть. То есть набор должен, источники должны сильно отличаться, просто отличаться от богатого. И, наконец, провокативность. Провокативность означает, что они должны стимулировать познавательную деятельность. Чувство юмора парадоксальность какая-то, какой-то вызов не должен быть. Ну, как пример могу привести свой, один из своих излюбленных вариантов. Я очень люблю в качестве познавательных таких вот провокативных, вернее, я размещаю часто для своих тюдорантов фотографию, то есть такой вот вызов им бросаю, размещаю фотографию яблони, которые растут под окнами монастыря некоего эпохи тюдоров еще, да, 16 века, британского английского монастыря. Предлагаю им ответить на вопрос, от чего ради собственно он не возрастет. Вы знаете, многие догадываются, но эти тюдоранты, они, я работаю в школе, они путешествуют достаточно много и часто догадываются, что это на самом деле кель, я где обитал сервисах и яблони растет под его окном, под окном этой кельи в знак того, что Ньютон открыл, закрыл семерное тяготение, когда, как мы помним, на голову упало яблоко. Вот. Яблони растут, действительно, яблони там растут всегда, одна яблони стареет, погибает, сажает новую, вот, и я эту фотографию размещаю, и он сам вот замечательно совершенно стимулирует познавательную деятельность каранда. Так, на этапе диагностики, как мы говорили, тютор выясняет, насколько открыто это образовательное среда. Вот, собственно, свойства выясняют это образовательное среда, открыто, избыточно, гравитивно и так далее. Для того, чтобы это сделать, есть технология, есть определенные технологии тьюторские, и я вам хочу подарить одну такую технологию, которая называется образовательная картография, вот, скачивайте ее, она доступна, но для скачивания в ближайшие пять минут, потом я эти вакции закрою, вот, чтобы сделать эту технологию доступной только для, в основном, для наших внимательных слушателей, за что им большое спасибо. Вот это образовательная картография. Вы можете осуществить свою помощь образовательной картированной, ресурсной картированной среды и личностно-ресурсной картированной способности и дефицитов наших тьюторан. Вот, ввиду ограниченности времени на вебинаре мы не можем заняться своими этой техникой, но, тем менее, описание этой техники вы вполне можете получить. Что происходит дальше? Вот, тьютор диагностировал эту среду, если она открыта, он сразу переходит к навигации. Извините, еще одна технология разморозки. Если среда открыта, он сразу переходит к навигации, если среда недостаточно открыта, он ее начинает создавать. Технологии картирования по диагностику, а по созданию открытой обузовательной среды, это технология вопрошения. Вот сейчас я сделаю доступный для скачивания файл с вопросами для разморозки, которые можно использовать как в оффлайне, так и в онлайне. Это перевод, английский материал я сделала сама. Сама я активно пользуюсь этим перечнем для вопросов для разморозки, поэтому скачивайте и используйте, как считаете нужным. Итак, среда у нас открыта, и переходим к навигации. Навигация по целенаправленному перемещению в образовательной среде. Для этого тоже существуют специальные техники. Технологии движения в образовательной среде так и называются навигаторы. Мы с вами не можем сейчас тоже заниматься освоением этих технологий, но вы можете скачать технологию навигатора, вот она переведена, разработана она нашими коллегами тьютерами, членами МТА, спасибо им за то, что они помогают. И эти все технологии тьютерского действия, практики тьютерские технологии действия, можно найти в книжке, которая называется «Онтология тьютерских практик», издана Межрегиональной тьютерской ассоциацией МТА, и это все можно найти на сайте МТА, поэтому, если вам нужно расширить свой спектр тьютерской технологии, пожалуйста, заходите на сайт МТА, в нашей презентации есть адрес, заходите туда и вперед скачивайте нужные мецидиалы и пользуйтесь сильным здоровьем. Так, после того, как осуществлена навигация, следующий этап мы знаем масштабирование, то есть расширение тьютерского действия на новый уровень, перенос в новый контекст. Например, тьютер сопровождал образовательную навигацию петаранта в старшей школе, и дальше надо масштабировать уже физическое действие на вуз, на дальнейшее образование, на высшее образование. То есть идет выбор вузов, выбор способа подготовки к ЕГЭ соответствующему. И вот это есть масштабирование. Здесь нужны технологии рефлексии, что уже пройдено, чтобы пробросить дальше в траекторию. Ваш вуз. И опять же картирование. То есть как следующая итерация тьютерского действия. Вторая. И вот технологии рефлексирования, картирования у вас уже есть, техники, а для того, чтобы изучить техники, технологии организации рефлексии, это уже пожалуйста будьте добры к нам, Московский городской патагонический инвестицион ДПУ на тьютерскую программу магистерского уровня, тьютерское сопровождение в образовании. Так. Все вышесказанное относится как традиционно, так и к цифровой образовательной среде. Нет никаких фундаментальных барьеров на пути переноса тьютерской деятельности, на пути осуществления тьютерской деятельности в цифры. Я всегда это говорила, хотя у нас методологическое обеспечение педагогической деятельности в цифровой среде оставляет желать много лучшего. Тем не менее, я сейчас с радостью утверждаю, что таких барьеров на пути тьютерства переноса тьютерских цифров нет. А так, специфика современной ситуации в образовании требует от нас еще больше ускориться на пути своими развитием тьютерских компетенций. Почему? Посмотрите, вот мы говорили, в какой среде работает тьютер. Она избыточна, она вариативна, она провокативна, она открыта. Если в оффлайне нужно было посмотреть, насколько, я бы сначала диагностику провести и понять, насколько открыта эта среда, то в цифровой среде, посмотрите, избыточность она уже есть. Воймите порталы наши образовательные, где только вот, где, на той же курсе, да, то есть нет, массовых онлайн-курсов более 7 тысяч сейчас полагается, вот 700 университетов. Избыточность она просто огромная. Вариативность более чем, материалы самые разные, и текстовые, и видео, и аудио, только что запахи пока не имеют передавать, хотя японцы, как я читала, и до этого тоже додумались. Провокативность, ну, конечно, пожалуйста, постоянно вас пытаются чем-то зацепить, постоянно что-то провоцировать, в том числе образование. Открытость, само собой. Понимаете, и вот в результате что мы имеем? Специфика, открытость образовательной среды уже предсознана до того, как там фибр появляется образовательной среды. Сама навигация, навигация тоже осуществляется часто. Либо искусственным интеллектом, с чем я сталкиваюсь сейчас, с роботом, бот начинает, боты становятся нашими проводниками при нашем перемещении образовательной среды. Либо, допустим, порталы провайдера образовательных услуг, я, например, постоянно получаю приглашение в курсы учить, вот этот вам подходит, вот этот вам подходит. Они же не как-то с потолка берут те курсы, которые мне предлагают. Они на базе перелопачивания большого количества данных, они приходят к выводу, что вот этот мне подойдет, вот этот подойдет. И постоянно меня на этот счет провоцируют, информируют. То есть, с одной стороны, цифровая образовательная среда, это среда, где тьютер тем более необходим, как пишут, просто необходим, потому что там есть возможность выбора, там нужно строить стратегии. Но определенные этапы тьютерской деятельности уже на них претендует кто-то помимо нас. Поэтому вот эту ситуацию надо, вот это вынуждает нас, педагогов современных тьютеров, которые уже тьютеры, тем более дальше развивать, достраивать свои тьютерские компетенции, просто вот присутствовать при таком вот вкурном развитии событий. Как же развить тьютерские навыки? И это хорошая новость в том плане, что есть возможность. Хотя бакалавриата по тьютерскому в России не существует ввиду сложности тьютерской компетенции. Тьютер как тот, кто рефлексирует в своей богатой жизненной опыте. То есть нельзя взять 17-летнюю молодого человека и получить тьютер отчетчет. Это сложно. Повышение квалификации в 72 часа никак не дает нужного эффекта. Здесь слишком в любую различную традиционную позицию для педагогов, тьютерской позиции. Здесь такие, я бы сказала, менталитет, метод. Я очень не люблю это слово менталитет. Вот он у нас и тот я очень не люблю, но здесь я вынуждена к вам прибежать. Это то, что плохо. Но хорошо, потому что уже существует магистратура и программа про переподготовки. Годовая программа в МГПУ Московском городском институте. Она так и называется тьютерское сопровождение в образовании. Так, есть магистратура не только в МГПУ. Информацию тьютерской магистратуры можно найти в рамках, можно найти на сайте Межрегиональной тьютерской ассоциации. Вот адрес этого сайта. Там есть вкладка учиться тьютерской. Заходите и, пожалуйста, поднимитесь. И, наконец, с сентября 2019 года в Московском городском институте запускается программа магистрская тьютерское сопровождение в цифрово-образовательной среде. Я сейчас занимаюсь проектированием этой программы. Я отлицаю МГПУ, отлицаю тьютерскую группу, приглашаю вас на эту программу. Будем общаться с пользой и удовольствием. Точно. Вот. Я хочу под занавес пожелать вам всем долгой и успешной профессиональной жизни. Педагогики в тьютерстве, я уверена, судя по моему достаточно долгому опыту, развитие тьютерской компетенции обеспечивает вам долгосрочную конкурентоспособность. Тем более, если вы научитесь тьютерстве цифровой образовательной среде. Вот. И это и самореализация. это востребованность на рынке труда, несомненно. И главное, что у вас практически не будет повречений по здоровью. Сейчас очень многие мои тьютеры, коллеги, которые задумываются о том, что же делать дальше. Я им предлагаю научиться учаться в цифре и они понимают, что им это еще когда-то все это к концу жизни. Поэтому я вам желаю долгой и успешной профессиональной жизни. А сейчас я попытаюсь ответить на вопросы. Вот. Наталья Анатольевна спрашивает, какого оптимальное число титарантов на одного тьютера? Вы знаете, это очень сильно зависит от среды. Тьютер профессия средовая, я говорила. И вот задача. Это индивидуально. Смотрите, если у вас лица с ограниченными возможностями здоровья, ограниченными возможностями здоровья, то это очень часто индивидуально. Ну, максимум два. Титаранта. Если у вас тьютерская группа, вот модель открытого университета, то там тьютерская группа, за которую ведет тьютер, это 15 человек. Ну, это дополнительное профессиональное образование. Вы понимаете? Если это дошкольное образование, то это, скорее всего, тоже будет один неделок. Это очень сильно зависит. Поэтому надо смотреть оптимальнее, титаранта. Людмила Сергеевна спрашивает, вашего курса онлайн не будет? У меня есть курс онлайн тьютерский, по тьютерскому. Более того, сейчас, мы пытались запускать программу Ракурс, это было два года назад, но тогда мы просто не набрали слушателей, потому что, видимо, тьютерство еще не было так востребовано. Сейчас, возможно, вот мы сейчас занимаемся продвижением тьютерства, и, может быть, наберем, мы наберем, и я есть курс онлайн, по тьютерству. Я хочу сказать, что сейчас Томский государственный университет, один из передовых наших вузов, в который ходит в топ-5 из 100, они получили гранты под это, они сделали программу по тьютерству, онлайн-курс по тьютерству на национальной платформе открытого образования. Я сама еще не кончилась, не обучалась на этом курсе, но в ближайшее время пойду продолжиться, как только получу специализацию создания онлайн-курсов на платформе OpenProfession. Отвести к специализации. Вот. А может быть параллельно обязательно этот курс изучу. Это хорошая мысль. Да, все это учиться сейчас можно в онлайне, вот можно это сделать на НТО, а можно и на моем курсе. Так, есть еще вопросы, сейчас я посмотрю. Так, для повышения, да, Татьяна Геннадьевна пишет, для повышения личной мотивации студенту важный процесс самопознания, да, да, включить через дисциплину. Да, да, я бы сказала, что да, вот мои два самых лучших учителя, это учитель русского языка и литературы, с которыми мы перезваниваемся, и учитель английского языка, которая, к сожалению, ушла от нас не так давно, вот они именно это и делали, они давали возможность самореализации через дисциплину. Вот, например, наш литератор Олег Васильевич Королев, он всех нас сделал любителями, пушкинистами. Потом мы пытались, и это вот до сих пор я являюсь таковым, действительно, и я свою дочку и свою внучку вот вожу по Баумовскому району, там-то много старинных зданий, небольших таких особнячков общей пушкинской эпохи, где жил Ярдий Пушкин и Василий Ивович. К сожалению, они сейчас реставрируются, но сейчас их отреставрируют, и они будут приятнее выглядеть и действительно через дисциплину отлично. А уж про английский-то я вообще молчу, там таких возможностей просто очень много. Песни, стихи, чтение замечательных книг, а великая английская литература замечательная. Про ориентацию, конечно, личную мотивацию вызовет про ориентацию. Вы знаете, про ориентацию я не готова над теми рассуждать, потому что про ориентацию многие по-разному понимают. Даже в разных школах это может пониматься по-разному. Но развивать про ориентацию несомненно надо. Если студенту задать вопрос для чего ты здесь, а не почему, тогда он задумывается, находит ответ сам. Да. Вот я и говорю, тьютор, он задает правильный вопрос. Это тьюторский подход. Есть еще мотив. Не набрал баллов, не набрал. Да, то есть это же тоже, вот я объединю не поставлю, я не набрал много баллов, не смог набрать, вот поэтому какая-то внешняя причина, вот эта внешняя причина меня толкнула на то, чтобы прийти вот в этот гуд, где баллов можно было набрать меньше. Так, Евгения Юрьевна пишет, интересно, что наша система образования копирует схемы работы со студентами, которые должны подкладывать участие тьюторов. Даже научные руководители студентов не тянут народ тьюторов по разным причинам. Оставки тьюторов не предусмотрены. Да, знаете, вот эта институализация тьюторской деятельности это отдельная проблема, потому что почему мы сейчас проводим вот эти лебинары, почему я пришла сюда проводить, мы, я имею ввиду вот нашу тьюторскую группу в ГПУ, сейчас занимаемся активно тем, что продвигаем в каждом, занимаемся как тут турпрегерской деятельностью, потому что все о тьюторстве, о индивидуализации тьюторства очень популярны сейчас, звучит без дела, но очень мало кто понимает, в чем состоит деятельность тьютора. Научный руководитель Это, можно считать, есть по мере академический тюйка. Знаете, я сама до компьютера бывала, и успешно. То есть ты, да, ты наставник, но ты наставник на академической стезе. То есть как провести исследование, как правильно выбрать, что тебе больше нравится, что тебе больше подойдет, что у тебя лучше получится. Вот, в плане проведения исследований и написания научной работы, да, умической статьи, диссертации, магистрской или кандидатской. Это очень интересно, но этот тютер академический, он не отвечает за нравственную сторону, моральную сторону этого дела, за какие-то ценности, которые несет эта работа, социум и так далее. Уж тем более за физическую дорогу. Тютер более широко это понимает и связывает уже, может, масштабировать на дальнейшую профессиональную деятельность, дальнейший карьерный рост. Это, собственно, написано в оплате нового корпуса. Да. Ставка тютера не предусмотрена. Ну, вы знаете, да. Ставка, вы понимаете, что ставка – это дополнительная работа, это дополнительные деньги, которые надо где-то изыскать. И наши коллеги из Пермского ВТО, как многие другие, те, которые, чтобы сподвигнуть руководство на изыскание бюджета на тюрьму студентам, нужны какие-то очень жесткие требования. Если от всех больше 50% на первом курсе, а от всех студентов – это 2,5% потери, то здесь волей-неволей задумываешься и изыщешь этот бюджет, чтобы сохранить этих студентов. Сейчас тютерские ставки внедряются активно в новых школах. В Москве есть хоро-школа, это то, что Греф сделал, да, хоро-школа. Есть новая школа на юго-западе Москвы, она так называется «Новая школа», это вот в новой школе, там уже десяток тютеров, там 10 ставок. Которые чем занимаются? Они регулярно встречаются со школьниками, они общаются о смыслах того, что их школьники делают, о том, что об их трудностях разговаривают, об их устремлениях, ощущениях. То есть вот личная мыследительность школьника является предметом взаимодействия тютеров в новой школе. Что делать студенты, братья которых редко владеют такими знаниями, чтобы стать тютером для своих детей, а стать тютером еще не радует. Знаете, действительно, на самом деле это вопрос такой сложный. Можно ли стать тютером для своего ребенка? Конечно, все пытаются, я в том числе, но в какой-то момент, надо понимать, что в какой-то момент ваше личное предпочтение вступит в противоречие с профессиональной логикой. Ну это как с врачом, могут ли хирурги оперировать своих близких, своих друзей. Вот у меня знакомая одна, у нее дочь вышла замуж за иностранца, и они уехали жить очень далеко. Вот как родитель, как матери, ей, конечно, это было очень тяжело, но как тютер, она понимала, что это для нее перспектива очень мощная для дальнейшего развития. И как бы она смогла себя в этом плане перебороть. То есть да, нужно пытаться, развивайте свои тютерские компетенции, создавайте открытую образовательную среду, это же так здорово. Вот, я просто вижу, что современное, что есть школы, где это реализуется. Вот, например, у моей внучки, классная руководительница, у нее тютерские компетенции достаточно развиты. Вот, видимо, стихийно так произошло, потому что она очень дружелюбно относится к своим ученикам, ставит их интересы выше собственных, и они не оплатят тем, что... В результате возникает такое взаимное стремление к достижению цели учебных, образовательных и лечений. Так, современная школа зачастую рассчитывает на то, что родители станут тютером для своего ребенка. Ну, зачастую, конечно, это так. Да, бывает. Делико не все учителя хотят и способны это делать. Так, действительно, вот вопросы лучше задавать в обкладке «Вопросы». Сейчас я занимаюсь изысканием, выкапываю вопросы из чата. Если бы они были в обкладке «Вопросы», было бы проще. Когда работал репетитором, сталкивался с тем, что детям не хватало не только углубленного знания по каким-то предметам, сколько именно того, что детей называют репетиторским сопровождением. Да, именно так. Допустим, ребенок малоспособен к… То есть, на самом деле, смотрите, тютер, он диагностирует способности и навыки ребенка, который уже есть, его приоритеты. Например, есть дети, которые… Вот, допустим, освоение иностранных языков. Есть дети с аналитическим складом, у них очень хорошо будет получаться, если им грамотно объяснять про грамматику, да, вот это имена существительные, вот это имена прилагательные, имена существительные представляют имени прилагательные, то есть для них это как-то. А есть другие, которые идут через такой более, ну, не хочу сказать творческий, просто более такой синтетический вариант, то есть они постигают грамматику через синтез. Я, например, к таким отношусь. Я вообще считаю, что для того, чтобы научить ребенка разговаривать на иностранном языке, надо идти через синтез, потому что сама природа нас приспособила именно к этому. То есть ребенку надо разговаривать, надо учить стихи хорошие, хорошие, вот это важно, как петь хорошие песни, читать книги, да, хорошие, хорошие тексты, и взговаривать о культуре, вот это все как-то передавать страны, да, язык, которым изучают. Вот тогда возникает ощущение языка. Я вообще, у меня лозунг, чтобы начать на языке говорить, на нем надо научиться дышать, потому что французы со своим ударением на последний слог, они существенно иначе дышат, чем это делают поляки, которых ударили на предпоследний слог, понимаете? Поэтому, чтобы научиться, полякам надо говорить, научиться говорить французский, надо очень сильно на свое дыхание перестроить. Вот, ну, в русском языке с этим проще, наверное, потому что у нас нет такого жесткого кирпича. Но, зато в английском, там, цепь осуществительная, мне подлежащие сказуемо, значит, там, определенное дополнение. То есть, для того, чтобы, вот такой синтетический подход возможен. И если ребенок такого синтетического типа, а ему вдалбливали грамматику, то есть, ребенок синтетического типа сначала постигает язык, а потом правил грамматику. Если младший вдалбливает грамматику, то он возненавидит язык просто в принципе, понимаете? Потом у него возникнет устойчивый барьер и говорить, что он не научится никогда. Почему я боюсь? Поэтому, действительно, мы, репетиторы, часто стоят перед задачей, так сказать, перелопатить то, что было создано до него не очень грамотными педагогами. Юрий Валентинович спрашивает, а может быть правильно отвечать на задаваемые вопросы? Нет. Правильно отвечать заучит педагог. У педагога, вот позиция педагога состоит в том, что их готовы ответы на вопросы, которые задает дисциплина. Закон Ома, допустим. Вот так, вот так и вот так. Да. Это вот, значит, очень важно было для индустриальной революции, да, последние, там, 3-4-4. Можно было получать готовую, иметь готовый ответ, знать и потом использовать. А вот сейчас, в нашем космодернистской эпохи, у нас уже вот такой более-более, как сказать, релятивистский подход. Где-то так, а где-то не так. Освобожденный классный руководитель. Была такая должность, да. Строилась педагогическая поддержка сопровождения учащихся. Возможно, просто был бы, насколько там была индивидуализация задействована, я не знаю. Доберусь в этом суде. Так, мне, по-моему, еще вопрос, это не давали, нет? Так, как попасть на ваш курс? Напишите мне, пожалуйста, сейчас я вам напишу свой... Сейчас я напишу свою почту, свой адрес электронный. Пишите. Gmail.com Значит, я бы сейчас могу сказать, что давайте попробуйте в 2019 году в магистратуру поступать. Там все будет по-серьезному. Там будет и бюджетное отделение, и и платное отделение. К сожалению, я не знаю, сейчас, к сожалению, нет заочной такой онлайн-магистратуры, но я думаю, что в 2019 году ситуация изменится, и многие вещи будут целиком в онлайне проходить вполне. И это сейчас уже есть, это есть на Западе достаточно. Уже у нас начинаются первые ласточки. Вот Фистех он сделал полностью онлайн-магистратуру. А опыт мой показывает, многолетний жизненный опыт, что то, что делает Фистех сейчас, мы все будем делать через год, через два-три. Поэтому, скорее всего, и онлайн-магистратура будет тоже. Но там есть интересные моменты и проблематичные тоже. Так, для запоминания важно понимание. Понимание может прийти разными путями. Составляет схема, несомненно, Евгения Юрьевна, это действительно так. Дело в том, что мы сидим... Вот есть такой принцип индивидуализации в образовании, есть индивидуальный подход в образовании. И действительно, индивидуальный подход, это составление... То есть вы сами выбираете этот модуль, модальность, которая наиболее подходит этому ученику. Он, допустим, аудиал, визуал или он кинестетик. Вот это индивидуальный подход. Он командный работник, или он командный муравей, или он, значит, лидер по натуре индивидуальной какого-то. Предпочитает работать один. Вот это все. И действительно, там ставят схемы, объясняют... Это на самом деле про вариативность образовательных следы, если говорить о контекстах ютубов. Так, нас покидает Павел. Я поняла задачу. Спасибо, Павел, за организацию этого вебинара, за то, что вы присутствовали, представили меня. Я выключу запись, когда мы закончим. Так, коллеги, давайте вот еще минуты, минут 5 у нас есть, наверное, вебинары, чтобы понять, есть ли у нас еще вопросы. Так, спасибо, вы все мне говорите. Но если вы мне напишите какую-то более развернутую обратную связь, особенно, что вызвало сомнение, может быть, да, что зацепило в позитивном, негативном плане, я вам тем более благодарна. Так, вот сейчас я выключаю ресурсы. Так, остаются расписания вебинаров и страницы мира в таком виде. Спасибо всем большое, что вы были на сегодняшнем вебинаре. Я очень надеюсь, что мне удалось расширить ваше сознание в том плане, чтобы показать важность и, главное, полезность развития своей тьютерской компетенции. Я как тьютер могу еще раз сказать, что такой подход тьютерский, он порождает большое удовлетворение от собственного именинства. Новый тип отношений между вами и вашими датарантами. То есть, говоря современным языком, это кайф и драйв. Несомненная польза, несомненная удовольствие. Я всем желаю еще раз успехов и долгой, счастливой, профессиональной жизни. На последнем слайде моей презентации источники, которые я использовала, в презентации их можно рассматривать как-нибудь список обоих инфраструктур. А сейчас я прекращаю нашу с вами встречу. До новых встреч! Я еще раз приду к вам обязательно. До свидания.